МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, как оно в Бобруйске? Однажды, я считаю, если повезет, каждый человек находит место, такую точку в мире, где он совершенно четко, идеально себя чувствует. Мне кажется, я свою точку нашел. Бобруйск для меня это центр мира, это центр моего личного мироздания. Несмотря на, в принципе, несерьезную славу города Бобруйска, у города Бобруйска есть и военные странички, и причем не только Великой Отечественной войны 1941-1945 года, но и 1812-го. Дело в том, что вообще вот эта крепость, Бобруйская крепость, была сооружена в 1807-1812 годах и достраивалась в 1825-м. Была вооружена более чем 300 пушками, и стены имели толщину примерно в 7 кирпичей, что на тот момент не пробивалось ни одним серьезным артиллерийским оружием. Во время войны 1812 года крепость выдержала длительную французскую осаду, а позднее здесь размещалась политическая тюрьма, где содержались петрашевцы и, естественно, декабристы. В 1905 году здесь произошло восстание дисциплинарного батальона, то есть, насколько я понимаю, здесь еще имелась и тюрьма для военнослужащих тех лет. В 1919-1920-х годах здесь находился польский концентрационный лагерь для пленных красноармейцев. Более тысячи человек здесь было убито наших с вами соотечественников, вот как раз теми самыми поляками, которые вообще очень качественно отметились на нашей с вами земле и на белорусской тоже. Во время Великой Отечественной войны здесь же располагался и концентрационный лагерь немецких войск. Более 40 тысяч заключенных военнослужащих погибло здесь и более 40 тысяч мирных жителей. По агентурной информации, доставшись мне от местных военных, выяснилось, что до 60-х годов здесь располагались склады вооружений и военной техники. В 60-х годах командиром части стал некий генерал, фамилию которого мало кто уже помнит. История ушла, канула историю. Да, зато помнят, что господин генерал засыпал все вот это место по самой крыше отходами местного спиртового завода. Водху и залил. Мы сейчас фактически с вами стоим практически на чистом спирту. Ну и примерно два года назад местные археологи начали проводить здесь раскопки, которые проводятся и по сей день. Значит, все вот это полностью было засыпано изначально, ну и в результате появляется на свет божий, давая нам возможность заснять и увидеть. Блестящая агентурная информация. Кроме того, военные рассказали о том, что вот этот комплекс здания, около которого мы сейчас стоим, является достаточно малой частью всего комплекса воинских частей, которые здесь находились. Значит, вот там чуть далее вы можете видеть руины воинских казарм одного из батальонов. Значит, чуть-чуть подальше находятся еще казармы и хозяйственные здания этого комплекса воинских частей. Они между собой, то ли легенда, то ли достоверная информация, связаны подземными ходами, которые простираются между ними. И эти подземные ходы настолько велики, что в 19 веке комендант этой крепости ездил по ним на тройке лошадей. Бобруйск был захвачен в 1941 году. Здесь, кстати, состоялась часть Смоленского сражения, знаменитого Бобруйское сражение. И освобожден уже в 1944 году в результате белорусской операции. Конкретно здесь был Бобруйский котел, в результате которого наступление было успешно реализовано. Здесь же, на этом месте, 7 ноября 1941 года немецко-фашистские фарвары сожгли и расстреляли более 18 тысяч советских военнопленных. Бобра покормить? Не, надо было деревца срубить, ему кто-то, кажется, полежка небольшая дерева. Вкусные. Ну вот, поэтому он и Бобруйск. О, он тоже натертый какой-то весь. А, ну, видимо, да, как бы на счастье там, может, на сяру ему натирают. Ну, он и натирают, лапу Бобровой. А это у них ежегодная улица. Все, подходим, смотрим. Натирайте ему нос, короче, лапу, что было. Я не знаю, может, на счастье. Видишь, он натертый какой-то. Может, заболеешь. Так,それでは, кинематик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Сергей, что там? Что там демонстрирует нам бар? Бобровый бар. Бобровый бар предлагает нам комплексный обед всего 65 рублей. Минимальная стоимость комплексного обеда, который мы видели в этом городе, составлял порядка 120-130 рублей. Еще дешевле. Это экстремальный. Когда демпфинг-сцен закончится в Беларуси? Скорее всего, в нем используются березовые ветки. Сергей, посчитай какое-нибудь блюдо из бобра, фирменное от шеф-повара. Бобр под майонезом. Бобр в чем? Цезарь с хехом. Цезарь с бобром? Цезарь с хехом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова